Привет, сначала небольшой анонс, на моем канале больше тысячи видео, да, фактически очень легко найти информацию буквально по самым разным, наверное, топикам, от матрасов до подушек, от велосипедов, от фиксеров до маутенбайков, поменьше, конечно, некоторые виды буквально в единичном количестве, но все это потихоньку меняется, чем дальше, тем больше видео по самым разным топикам будет, так что в конце, не знаю, через 10 лет можно будет использовать мой канал как Google, буквально, и забивать туда вообще все, что угодно, и находить, нет, на выходных я хочу сделать большой стрим, Q&A, вопрос-ответ, соответственно, свои темы, вопросы и прочее, продумывайте, пожалуйста, и задавайте их, соответственно, да, подготовьте просто к этому стриму, и, да, какое время лучше всего сделать, лучше всего я сделаю голосование на вкладке сообщества, комьюнити, там, где можно будет время выбрать, но конкретно день, давайте день подберем, кому суббота, может, кому воскресенье, кто там, что, в любом случае, если ты что-то комментируешь, в конце комментария напиши СБ, ВС и время. Сегодняшнюю тему начнем. Я начал когда-то тренироваться, я уже рассказывал, что занимался фитнесом, набрал дофига мышечной массы для моих показателей, для сравнения, я вешу обычно 60, да, и набрал 70, но тогда это было не совсем так, я не весил 60 и набрал 70, я весил 70, только я был очень жирным, в моих масштабах, конечно, кто-то скажет, что я был худым и остался худым, но сейчас я, например, 60 вешу, и раньше было не так, конечно же, на традиционном питании все еще был такой вот парниша с небольшим животиком, 70 килограмм, вечно беременный, таких тоже кто-то называет, кто не называет. И потихоньку у меня развивалась в том числе болезнь такая вот руки, которая имеет разные самые номинования, есть болезнь больших пальцев, в том числе знаменитая BB Thumbs, но сейчас это уже не актуально, потому что BlackBerry никто не использует, BlackBerry Thumbs, в любом случае другие смартфоны тоже используются, и большими пальцами люди печатают, и здесь, соответственно, сухожилия перенапрягаются, воспаляются, и, конечно, все это дичайше просто болит, ты не можешь руками буквально пользоваться вот в острых стадиях. У меня было, соответственно, не совсем BB, а где-то в запястье в этом моменте, вплоть по всей руке. В том числе называется рука теннисиста, или просто, да, короче, воспаление, соответственно, сухожилий, если я правильно это все понимаю. Я не доктор, да, я просто рассказываю, делюсь сейчас своей историей, своим опытом, но в итоге это все болело, я к врачу обращался, конечно же, потихоньку это все развивалось, я сразу к врачу не обратился, но когда обратился, понял, что ничего особенного они мне предложить не могут. Они выписали мне сначала кучу всяких обезболивающих, ибупрофены, фастангели, или, в принципе, гели всякие, маш, и все, и все будет нормально. Нет, ничего, конечно же, нормального не было, это всего лишь убирало какие-то симптомы болевые, и то не совсем, потому что боль все усиливалась. Потом мне выписали манжетик, конечно, в Германии все застрахованы, и манжетик мне обошелся в 3 или 5 евро, так он стоил 70 с лишним. Он вот на это место, вот это место руки одевался, и чему-то там способствовал. Многие люди, если вот вы в магазине видите, допустим, у девушек это чаще гораздо, объясню, почему случается. И если вы видите, что на руке какие-то вот повязки компрессионные, и человек не занимается спортом, или теннисист наоборот, но зачастую ты теннисистов на улице просто так не видишь или не распознаешь, допустим, кассиры и так далее. Значит, у них вот примерно то же самое, о чем я сейчас рассказываю. В любом случае, я все это испробовал, боли никогда не уходили, ничего не происходило. Что мне помогло рядом со мной, пакета сока, я сейчас с ним тренируюсь, но тогда я заказывал себе гантели, и в итоге заказал себе столько всего, что весь подвал, тогда я у родителей еще жил, превратился в такую маленькую фитнес-студию. И фитнес-студию ходить, я не знаю, думайте сами, но вот те, которые доступны были мне на тот момент, это было совсем не для меня, там нужно было очереди ждать, соответственно, ты хочешь на этой скамейке, ну и все минусы, если хотите, я сделал по фитнес-студии, мое мнение, отдельное видео. В любом случае, начал там тренироваться, мышцы стали появляться, результаты росли, вес рос, в итоге высушился, стал гораздо сильнее, до 60 кг я сначала потерял вес, и потом поднял его до 70, только все это было с мышцами, все высушено, и очень сильно, и все было вообще круто. Но боли, конечно, ушли гораздо раньше, тебе не нужно 10 кг мышечной массы наращивать. Фишка, на мой взгляд, я еще раз повторяю, не доктор, это не профессиональный совет, но фишка в том была, на мой взгляд, что за счет появления или укрепления мышечной массы в руке, в предплечье, в том числе в этой части руки, мышцы переняли функцию, или облегчили функцию этих, как вы, сухожилий, и они получили впервые за долгое время возможность отдохнуть, регенерироваться естественным способом. Там уже растительное питание на тот момент пошло, и, конечно же, воспаление тоже не имело никаких шансов, особенно с тоннами, там, куркумы и прочее, прочее. Вот это то, что действительно сразу помогает, потому что у меня сейчас, за счет того, что я все делаю правой рукой, я ее серьезно, первые 9 дней я просто забыл о том, что я давно не тренировал туловище, руки и прочее, прочее, и, в принципе, перенапрягаю реально одну только сторону, все делаю с ней, и особенно печатаю, и у меня начала опять развиваться симптоматика руки теннисиста, то есть стягивать все начало, боли до сих пор, но я начал заниматься с пакетом сока литровым, то есть, понятно, сейчас, если рука болит, я еще, кстати, не уверен, может, там тоже перелом, может, это он болит, но, блин, серьезно. Кто напишет, блин, ты что-нибудь проверил, вторую руку, ну, о чем мне делать, какая разница, я бы проверил, и что, я бы знал, что здесь это перелом, и что, два гипса накладывать, и кто потом, что, я ничего, зуб почистить не смогу, извиняюсь, что-то там потереть не смогу, нафиг, это абсолютно не вариант. В любом случае, надеюсь, там нет никакого перелома, но вот эти симптоматика, когда стягивает, и здесь так проносится боль, так сказать, по всей руке, она постепенно начала сходить на нет, вместе с занятием весом, с этим пакетом хоть и сока, конечно, нужно вес увеличивать, чтобы мышечная масса тоже росла, но я пока, да, у меня из веса побольше, разве что два пакета сока, но его очень неудобно брать одной рукой, особенно с какой-то подозрительной. В любом случае, я тренируюсь без того, чтобы испытывать боль, потому что боль приходит только при определенных нажатиях и в определенном месте, не зная, что это, но боли от сухожилия прошли, и это еще раз доказало лично для меня, что вот это работает, что мышцы нужно периодически укреплять, не забывать. Но и для всех тех, кто интересуется эргономикой, эргономичной работой там в офисе, кто работает в офисе, я думаю заказать мышку и решил попросить вас, советую, вопрос, какую мышку мне заказать лучше всего. Моя настоящая DeathAdder 2013 от Razer, вот видно, что у нее есть перекос, да, но, то есть здесь небольшой угол, ладонь имеет, но все равно недостаточно. Фишка в том, что когда ты держишь свою ладонь вот так, за мышкой, то вот эти кости, они переворачиваются, да, здесь я не знаю, даже видно по-моему. Посмотрите скелет, если вы руку вот так держите, то эти две косточки в руке переворачиваются и зажимают здесь все, из-за этого, конечно, тоже рука теннисиста или просто mice hand, то есть рука, использующая мышку, появляется вот эта симптоматика, опять-таки, и она может ухудшиться, и ты потом просто ничего не сможешь рукой сделать, сила пропадает в руке просто вообще значительно. У меня была довольно-таки острая стадия. И если ты держишь вот так, да, вот это более естественно, под этим углом. Ну, а еще раз, вот эта мышь, вау, нажал 300 раз, сейчас не знаю, что там произошло вообще, она не имеет такого угла, не имеет естественного угла. Когда я сижу вот так, я не сижу со скрюченными руками, а я хочу пытаясь вот так вот как-то мышку взять, держать. Вот так для меня естественно, так и, в принципе, если по анатомии посмотреть гораздо естественней. Но такая мышка, конечно же, такого не поддержит, потому что здесь вот сенсор. Соответственно, я ищу вертикальную мышку. Вот здесь, соответственно, вы сейчас видели или продолжаете видеть всякие примеры этих мышек. Если у тебя есть какой-то опыт с конкретными фирмами или опыт по теннисной руке и так далее, дай мне знать в комментариях под этим видео. Если понравились такие вот обсуждения, в том числе каких-то синдромов, болезней и прочее, которые, по крайней мере, с которыми я имел опыт, то оставляйте мое видео лайк, будут определенно когда-нибудь еще. И да, не забывай про мега-стрим. Спасибо за внимание. Все ваши лайки, все ваши просмотры, комментарии и то, что вы сделали из этого канала. То, чем он сейчас является за эти тысячи видео. И да, следующую тысячу я уже разбил. Посмотрим, сколько это еще можно будет делать в таком темпе. Дело да. Продолжение следует...